Несколько конспирологических было версий о том, что Путин, при этом в публичном желании привязать этот теракт к Украине, якобы в результате хотел нанести удар тактическим ядерным оружием по Украине. Насколько, как думаете, такая версия имеет право на существование? Никого не хотел. Второе. Все потенциальные источники нанесения удара ядерным тактическим или стратегическим оружием Западу известны. Все они отслеживаются. И в случае, это тоже довели до российского руководства, в случае нанесения по Украине удара ядерным тактическим оружием, по России немедленно будет нанесен массированный удар не ядерным оружием. Почему скажу? Потому что у американцев, у британцев, у немцев существует большое количество специфического оружия дальнобойного. Не надо ядерного даже. Мне показали мои товарищи одни, значит, видео с картой нанесения ударов по России дальнобойным оружием стран НАТО в случае, если Россия ударит по Украине тактическим ядерным оружием. Я сейчас почему торможу? Я думаю. Знаете, над чем я думаю? Я думаю над тем, что я спрошу, могу ли я разместить это видео у себя в Телеграме и в Инстаграме. И если мне дадут добро на это, то завтра или послезавтра у себя в Телеграме и в Инстаграме я размещу это видео. Как в течение считанных минут одновременно наносятся разящие удары по всей российской территории, где сосредоточены военные составляющие. Это фантастическое видео, я вам хочу сказать с применением. Ладно, не буду входить в дебри. Короче, это фантастическое видео. Я вам скажу больше. Я процентов 80 даю, что завтра или послезавтра в Телеграм-канале или в Инстаграме и в Инстаграме у себя опубликую это видео. Я сейчас запишу, мне надо просто добро получить. Я себе записываю. Я себе записываю. Да. А пока вы записываете вопрос от вашего тезки, я не знаю, с чем связаны, но я все-таки переозвучу его. Здравствуйте. Когда будет интервью с Витасом? Не знаю. Я не собираюсь брать интервью у Витаса. Я даже не собираюсь брать интервью у Витаса. Я знаю, что у меня завтра будет бомбовое интервью. Бомбовое, ребята, 18.00. Я знаю, что у меня в среду будет бомбовое интервью в 18.00 и послезавтра стрим с Олесей Басман в 18.00 тоже, как всегда, супер. Поэтому вот это я знаю. Витас не входит в мои планы. Ну, не раскройте, да, кто на этой неделе, поскольку... Нет, нет, нет. Секрет Коля Шинеля, на самом деле, гость выложил фотографию с вами у себя в Инстаграме. Это его вопросы. Я выложу тоже, но завтра. Хорошо. Друзья, дождитесь. Завтра будет интересное интервью с интересным гостем. Ну, собственно, не сомневайтесь. Во вторник Олеся Басман в 18.00 прямой эфир. Не пропускайте. Ну, а в следующее воскресенье... Тогда я быстро тоже скажу. У меня завтра, кстати, будет два стрима. В 18.00 будет Абаз Галямов, а в 20.00 традиционно Михаил Шительман. В среду Роман Светан, лучший военный эксперт. В 20.00 в пятницу Михаил Подоляк подбиваем итоги. На следующей неделе будет Аристович, как раз в 21.00 в субботу. Не пропустите. И Дмитрий Гордон в 18.00 в воскресенье. Впрочем, как каждое воскресенье, Дмитрий Ильич, спасибо. Итак, следующая тема, друзья. Нет, перед тем я тоже воспользуюсь, Дмитрий, рекламной паузой. У меня 249 тысяч подписчиков сейчас. И чуть-чуть. Не хватает меньше тысячи, чтобы было четверть миллиона. Друзья, давайте нажмем эту кнопку подписаться у меня на канале. Я вам буду за это очень благодарен. А следующая тема, Дмитрий, я назвал ее А8 ранил, А9 убил. Силы обороны поразили... Морской бой, естественно. Силы обороны поразили большие десантные корабли Ямал и Азов, а также Центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Севастополе, сообщает наш генштаб. Да, цитата. Силы обороны успешно поразили большие десантные корабли Ямал и Азов, Центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота Российской Федерации. И вот тут еще раз аплодисменты, значит, этой операции. Еще пополнение подводного флота, значит, Черноморского в акватории Черномыль. Когда я говорил, что Черноморского флота не будет, я же чем-то думал, а именно головой. Я повторяю, Черноморскому флоту конец, но его не будет. Значит, было до потопления, до уничтожения этих кораблей, было 30% уничтожено Черноморского флота во главе с флагманом, крейсером Москва. Ну, уже больше 30%, конечно. Но это дело времени, причем небольшого времени, потому что есть чем. Кстати, вот только поразили два этих корабля. Черное море пустое, ни одного корабля нет в акватории. Все по бухтам прибились, причем в Севастополе, как я понимаю, почти никого нет. В основном все там в Новороссийске и скоро в Абхазию аж попрутся, в Ачамчиру. Теперь дальше. Значит, поражен секретный пункт связи Черноморского флота. Его очень сильно маскировали, его под землю опустили, но ракеты «Шторм Шедоу» творят чудеса. Значит, поражен, и там 30 или 40 человек погибло в основном офицеров, качественных, подготовленных, толковых офицеров. Значит, пункт связи Черноморского флота – это очень серьезная история, потому что от этого зависит очень много. Это управление. Управление флотом. Это ощутимый удар. Кроме того, этой ночью нанесли удары по нефтебазе, по военной части в Крыму. Ну, друзья, люблю так говорить, скажу еще раз. Значит, сейчас в Киеве, сегодня у нас 24 марта 2024 года. О, как! Значит, 18.54 в Киеве. Прошу запомнить, что я говорю. От военных баз, от военных частей, от складов с боеприпасами и с техникой, от Крымского моста останется только пепел. Всего этого не будет. Если есть еще люди, которые не слышат меня или не понимают, ну, на дурных не обижаются. Я говорю не то, что мне хотелось бы сказать. Не то, что мне кажется. Не то, во что я верю. Я говорю то, что я знаю. Крымский мост, кстати, будет ближе к финишу всей этой истории. Ну, и, конечно, Черноморский флот. Какой Черноморский флот, ребята? Он все уже. Ну, все. Смотрите, Черное море – это лужа. Это закрытая лужа, из которой выход один и вход. Узенькое горлышко – пролив Босфоры-Дарданеллы. Кто контролирует этот пролив? Турция – страна НАТО. Пропустит Турция. Вот выбивают один корабль за другим, да? Надо, казалось бы, пополнить Черноморский флот кораблями. И корабли есть. Тихоокеанский флот, Северный флот, там что у них еще есть? Балтийский флот. Казалось бы, ну, заведите корабли вместо тех. А хрена? Нельзя. Турция не пропускает. А когда кораблей все меньше и меньше, они уже командующего Черноморским флотом поменяли. А толку? Они уже командующего всем флотом поменяли. А толку? Ничего нельзя сделать. Потому что эти посудины, большая часть из которых произведена еще в Советском Союзе, на украденном у Запада оборудовании, на украденных у Запада секретах, большая часть этих субмарин Ни-Елоу, она оказалась вообще уязвимой. Дроны Малюх, дроны другие, они поражают эти корабли, эти консервные банки, и нет их. Черноморский флот, Черноморский флот. А гонору сколько было? А цена ему? Зиро. Зиро. Нет цены этому Черноморскому флоту. Поэтому, как боевая единица, он прекращает свое существование. Крымский мост прекращает свое существование. Военные базы, повторяю, все, что связано с военными в Крыму, прекращает существование. В сотый раз, а может сто первый, обращаюсь, к русским, которые приехали в украинский Крым не по украинским законам, то есть не посетив украинскую таможню, украинские пограничные силы. Коллаборантам, которые стали крымской властью, властью при русских. К любителям русского мира обращаюсь. Чешите из нашего Крыма. Пока не поздно, потом поздно будет. Ну, никак. Паром не получится, все простреливаться будет. Крымского моста не будет. Железную дорогу построили, разбомбят чертовой матери все это. Сухопутным коридором не проехать. Туда войдут украинские войска, когда все разбомбят. И с каждым из коллаборантов будет отдельный разговор. Не коснется ничего тех, кто просто жил в Крыму, да, что не хотели уезжать люди, держали дома, могилы, квартиры, я не знаю, что еще. Но они не вели себя по-хамски по отношению к Украине. Вот их ничего не коснется. А тех, кто был властью, кто способствовал исчезновению украинской власти в Украине, кто приехал из России и устанавливал там свои правила. Ну, ребята, а что вы хотели? Вы воры. Вы зашли, как слон в посудную лавку, устроили там дебош. Вы чего? Хотели? Вы думали, сойдет, украл и пройдет? Не бывает такого. И не будет такого. А тем временем появились спутниковые снимки последствий ракетного удара по узлу связи Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. В здании появилось новое отверстие для вентиляции. Пишет телеграм-канал Дмитрий Гордон. Дмитрий Ильич, операция... Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Лишь бы что, писать не будет. Подписывайтесь, друзья. Самый лучший телеграм-канал в Украине. Самый оперативный, быстрый, четкий, грамотный, классный и самый быстрорастущий. Больше нас никто не растет. Я лично работаю над этим телеграм-каналом. Подпишитесь, пожалуйста. Операция в Севастополе. Что скажете вы о ней? Ну, блестящая операция в Севастополе. А что, в Севастополе много военных объектов. Все они будут уничтожены. Даже говорить не о чем. У России нет ПВО для того, чтобы отражать украинские атаки. Ну, да, пять отразят. Три не смогут. Но этих трех достаточно. Ну, это ж дело времени. Причем, повторяю, скорого. Крым самая главная цель сейчас. Не Донбасс самая главная цель. Украины. Крым. Начнем с Крыма. Все это знают. Я не открываю военных тайн никаких. Дмитрий Ильич, наш прошлый с вами эфир, предыдущий, посмотрело достаточно большое количество зрителей, но еще больше его разобрали на цитаты, особенно фрагмент, там, где вы говорите, что война закончится в этом году. В Инстаграме, в ТикТоке, ну, прям очень много. Не, миллионы просмотров я видел, да. Да. Какой фидбэк у вас после этих заявлений? Не поменялось ли что-то за эту неделю? Я повторяю, война закончится в этом году, победой Украины. Потому что меня спрашивали, ну, может же по-всякому закончится. Не, не, победой Украины, повторяю, в этом году. А вы что, не видите, что к этому все идет? И мы тоже идем к победе. И следующий информационный блок. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Телеграм написал. Провел встречу с чрезвычайным полномочным посолом США в Украине Бриджит Бринк. Рассказал о массированных российских обстрелах, энергоинфраструктуре Украины и сложной ситуации в нескольких регионах нашего государства. Поблагодарил за поддержку Украины в эти сверхсложные времена. Дмитрий Ильич, об отношениях Украины и Соединенных Штатов хочется вас спросить. На каком этапе, на какой, не знаю, ступеньке мы сейчас находимся? Что будет с нашими отношениями? Мы помним поддержку Соединенных Штатов с самого начала широкомасштабного вторжения. Мы благодарны за каждый доллар, за каждую единицу техники, за каждый патрон. Что будет дальше? Сейчас, когда пакет помощи завис, когда обсуждаются разные варианты, то ли нового ленд-лиза закона о нем, то ли кредитные программы, как будут развиваться отношения Украина-США? Вы знаете, несколько раз в год Арсений Петрович Яценюк проводит в Киеве мощнейший киевский форум по безопасности. Мощнейший не только по составу участников, а это первые лица, и нынешние, и в прошлом, но и по смыслам, которые формируют этот форум. По анализу ситуации, которая сложилась, по очень откровенным дискуссиям. И вот в этот раз к Арсению Яценюку приехал среди прочих высочайших гостей, приехал и командующий войсками НАТО. Замечательный, я просто не вспомню фамилию, замечательный представитель Нидерландов, высокий, красивый такой мужик, с очень хорошим лицом, открытым. Какие вещи он говорил замечательные. И в кулуарах, и открыто. Как прекрасно выступил Арсений Яценюк, с какой речью. Лаконичной, четкой, смысловой, невероятной речью. Как выступали руководители Евросоюза и послы, вообще фантастика. Так вот, к чему я это все, собственно говоря. Не потому, чтобы похвалить лишний раз Арсения Петровича Яценюка, хотя похвалить стоит, он умница. А потому еще, чтобы сказать, что по тому, что я видел и слышал, я еще раз повторю. У нас все будет хорошо и с американцами, и с британцами, и с немцами, и с поляками, и с другими странами, которые протянули нам руку помощи. И у нас вообще все будет хорошо. А вот у русских будет все плохо. Земля будет гореть под ногами и уже начала. Еще один информационный блок. Замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что российские ракеты уже в третий раз залетают на территорию Польши. Ведомство раскритиковало Москву за неприемлемые действия. В связи с этим министр Радослав Сикорский вызовет для дачи объяснений посла Российской Федерации. От этих объяснений и информации зависят наши дальнейшие действия. Я сказал замминистра, по его словам, российский посол должен явиться в МИД сегодня или завтра в соответствии с дипломатическим протоколом. Видел уже часть такой критики серьезной в адрес поляков, что закрывают глаза, пассивно реагируют, тем самым провоцируя Путина на дальнейшую агрессию и так далее. Дмитрий, что вы думаете по поводу российской ракеты на территории Польши? Я думаю, что не надо критиковать поляков. Полякам надо говорить лишний раз спасибо за то, что они сделали для Украины и украинцев. Самое трудное для нас время. Раз. Второе. 39 секунд ракета была российская в воздушном пространстве Польши. Поэтому я бы хотел обратиться к нашим друзьям, к нашим партнерам, полякам. Дорогие поляки, в следующий раз увидите ракету даже на 3 секунды в воздушном пространстве Польши, гоните ее хорошенько и не бойтесь, не надо бояться Путина, он не страшный, он вообще никакой, он левый. Покажите характер, покажите яйца, как показал яйца в свое время товарищ Эрдоган. Когда там что-то вертолет ему русский не понравился, не раздумывал даже секунды, сбил и все. Самолет. Самолет или вертолет? Нет, самолет, да, был в воздушном пространстве. Самолет, значит, да. Даже не раздумывал, сбил и все. В который раз спрашивают, я ясное дело тоже не могу не озвучить вопрос про Михаила Саакашвили. Как Михаил Николаевич, есть ли у вас информация, что с ним? Михаил Саакашвили находится там же, где и находился. Он присылает мне письма. сказал, присылает письма, сейчас запишу, надо ему написать тоже. Он присылает письма, очень трогательные, и он смотрит практически все мои эфиры. И эфир с Василием Головановым всегда смотрит обязательно, поэтому я считаю, что мы просто должны передать привет Михаилу Саакашвили, сказать ему, что мы его помним, мы его любим и мы его ждем. И мы верим абсолютно в то, что он прилетит с триумфом, прилетит в свой любимый Киев, и мы его будем встречать, как всегда. Конечно, Михаил Николаевич, мы вас ждем. И я уверен, до скорой встречи. Дмитрий, спрашивают зрители по поводу операции «Легиона», «РДК» и «СИБ-батальона». Будет ли она продолжаться? На фоне всех событий, которые произошли, казалось бы, уже куда-то отошла на второй план. Это операция в Курской и Белогородской областях, но она же не закончилась. Будет ли иметь она свое продолжение? Будет ли она масштабироваться? Насколько я знаю, увеличивается численность россиян, которые заявили желание принимать участие в военных, боевых операциях этих трех соединений российских. И я уверен просто, что будут наращивать свои боевые операции эти соединения, усиливать, масштабировать. И удачные бои в Белгородской области, они только вдохновляют ребят. Я вообще скажу по секрету. У меня есть ощущение, что город Белгород вообще наполовину разрушен. Я тоже призываю белгородцев, мирных жителей, которые ни в чем не виноваты, покидать город, уходить куда-то, потому что удары будут сокрушительные по Белгороду. Не будут бить по жилым домам. Мы не русские фашисты, мы по жилым домам не бьем. Будут бить по военным объектам. Но проблема вся в том, что ПВО, криворукая русская, сбивает ракеты украинские. И куда уже падают обломки, то они куда-то падают. Поэтому ракет будет все больше. По Белгороду будут бить нещадно. По военным объектам Белгорода. И белгородцы, последуйте примеру грайворонцев, шебекинцев. Уезжайте куда-нибудь. От греха подальше. Дмитрий, я, возможно, пропустил, но я не видел никакой реакции Юлии Навальной на операцию РДК и Легиона. Может быть, видели вы? Я тоже не видел. Не мой герой Юлия Навальная, скажу вам сразу. Почему? Объясню. Потому что я не слышал от нее четкой, недвусмысленной поддержки Украины в борьбе с фашистской Россией. Вот я сформулировал. Поэтому пока Юлия Навальная будет стыдливо молчать о войне России против Украины, пока она не скажет что-то наподобие «Мое сердце» вместе с героическими украинцами, которые борются против фашистского режима Путина, о чем можно говорить? По поводу ситуации на границе с Польшей расспрашивают зрители, что думаете, как будет развиваться? Я так ухожу старательно от комментариев на тему, ухожу старательно на тему блокировки грузов наших на границе с Польшей. Мне больно от этого. Во мне разрываются просто две эмоции. Первая эмоция искренней благодарности Польше и полякам. Я всегда буду повторять. Я благодарить не устану никогда. Я благодарю всех, кто помог в самое тяжелое время в Украине. И, конечно, Польша и рядовые поляки столько сделали для Украины и продолжают делать, что кроме слов благодарности, что я могу еще сказать? Спасибо. Тысячу раз спасибо. Ситуация на границе. Мне стыдно. Мне стыдно за эту ситуацию. Это болит. Это так не должно быть. Рассыпать зерно на дорогу, украинское ли оно, или танзанийское, не имеет значения. Это хлеб. Зерно – это хлеб. Хлеб высыпать на дорогу – это цинизм такой жуткий. Хлеб – это самое главное, что у любого нормального человека есть. Это святая вещь для украинцев. Для нас это свято. Хлеб святое. Поэтому мне это глубоко неприятно. Но мне так не хочется это комментировать, просто скрипя сердце. На какой-то хорошей ноте, Дмитрий, хочется закончить наш эфир сегодня. Есть у вас какая-то новость хорошая или просто несколько добрых слов к нашим самым лучшим зрителям? Я вспомнил, как профессор Соловей в интервью мне сказал знаменитую фразу свою о том, что Путин умер на Валдае, в резиденции на Валдае, лежит в холодильнике. Я чего смеюсь? Вы сказали сказать о хорошем, просили сказать о хорошем. А что может быть лучше, чем Путин в холодильнике? Но чего я смеюсь? Потому что мой герой, интервью с которым будет завтра в 18.00 на YouTube-канале в гостях у Гордона, он сказал потрясающую фразу про Путина в холодильнике. Говорит, Соловеев всех обманул и себя не забыл. Нашим зрителям прекрасным, у нас очень хорошие зрители, я это точно знаю. Качественный состав зрителей, интеллектуальная составляющая. У нас замечательные зрители со всего мира. Я хочу сказать, что нет страны, у меня же вся статистика, я ее читаю, периодически просматриваю, нет страны, в которой нас бы не смотрели. Если вы думаете, что нас не смотрят где-нибудь в Лесота или в Свазелинде, вы ошибаетесь. Везде, где есть люди, понимающие русский, украинский язык, нас смотрят. И я искренне благодарен каждому из всех, кто смотрит нас сейчас. Спасибо вам большое. Спасибо. Действительно, искренне спасибо. Я хотел бы сказать всем, ребята, украинцам прежде всего, мы держимся и мы выдержим все. Мы сильные. Это обезьяна с гранатой, пляшивая, думает, что если он будет нас бомбить, мы что, плакать сядем или что мы будем делать? Или попросимся в эту тюрьму под названием Россия? Нет, плакать не будем и не попросимся. Мы будем петь, мы будем смеяться, потому что кроме бомб, ракет и патронов, которыми мы сокрушаем путинский режим, в арсенале украинцев есть юмор, есть смех, есть песня, прекрасная украинская песня. Мы будем смеяться, мы будем петь и мы будем все делать для победы над этим проклятым фашистским, нацистским режимом России. У меня, повторяю, нет никаких сомнений, что мы победим. Я по-прежнему убежден, что это произойдет в этом году. Для этого есть у меня все основания так говорить. А карту ударов по России со стороны НАТО я повторяю. Я сегодня попробую заручиться поддержкой тех, кто мне дал ее. И завтра или посезавтра в Инстаграме своем и в Телеграме, Телеграм-канал Дмитрий Гордон, подпишитесь, не забудьте, я опубликую. Посмотрите, что будет с этими подонками, если они попробуют только бросить на Украину тактическое ядерное оружие. Продолжение следует...